всем привет и добро пожаловать обратно теперь это учебное пособие по второй части программы nmap из предыдущей я в основном просто показываю тебе что ты можешь сделать с ip адресом и какую информацию ты можешь собрать только зная чей-то ip адрес и мы также провели простое сканирование на веб-сайте mapscan.me.org что в основном позволяет нам выполнять это сканирование там так что тебе следует сканировать только этот сайт или любую машину которой ты владеешь так как сканирование карты может быть незаконным в вашей стране кроме того прежде чем мы начнем я просто хочу чтобы я просто набрал здесь еще раз и сопоставил чтобы показать все доступные варианты позволь мне выполнить то же сканирование что мы делали раньше то есть просто отсканировать карту точка на карте.org и в принципе если ты хочешь например записать это в файл ты просто указываешь две стрелки прямо здесь а затем мы называем результаты файла точкой txt например теперь это займет как и в прошлый раз несколько секунд и это не даст нам результата прямо здесь это в основном сохранит все выходные данные в нашем результате в текстовом файле так что это полезно если вы например запускаете это сканирование в течение нескольких часов и вам не нужно держать терминал открытым чтобы увидеть сканирование ты можешь просто сохранить это файл и ты сможешь получить к нему доступ в любое время и в любом месте так что ты этого не сделаешь например запустите сканирование на нескольких хостах и пишите в течение пяти часов а затем вы случайно закроете терминал и в основном все сканирование будет потеряно и вам нужно повторить его еще раз и так как ты можешь видеть прямо здесь эта банка закончилась и это не дало нам никакого результата так что он может просто очистить экран и вести здесь ls и как ты можешь видеть прямо здесь у нас есть результаты в текстовом файле если мы проверим эти результаты текстовый файл мы получим тот же результат что и в предыдущем видео с нашими результатами распечатанными в этом файле теперь поскольку мы знаем что можем удалить этот файл прямо сейчас мы можем нажать здесь и снова отобразить теперь я больше не буду сканировать orgscanme.nmap прямо сейчас я буду сканировать в основном свой компьютер с windows так что ты можешь продолжить сканирование этого сайта ты также можешь отсканировать уязвимости которые мы установили на предыдущих лекциях и ты также можешь отсканировать свой хост компьютер теперь позволь мне просто показать тебе ты также можешь отсканировать себя если мы просто проверим наш айпи адрес прямо здесь 192160 это одна шестерка а ты набери здесь 192160 это одна шестерка я не верю ни одному бедняку да все порты все тысячи портов сканирования закрыты так что на этой машине колонекса у меня нет открытого порта и это должно быть и на твоей по крайней мере на данный момент и как я уже говорил в предыдущем видео карта n сканирует только тысячи лучших используемых портов так что если ты хочешь например указать количество портов которые ты хочешь сканировать или например ты хочешь просканировать все 65 тысяч портов дай мне просто найти здесь есть опция спецификация порта и порядок сканирования мы можем сделать это сделай это с минусом p так как же мы это сделаем ну в принципе мы просто останавливаемся здесь и сопоставляем минус p а затем вводим здесь единицу до 65000 и мы можем просто сделать 65000 или мы можем сделать все 65535 я верю что их так много а затем мы снова указываем наш собственный ip адрес и это займет больше времени чтобы закончить но вместо того чтобы сканировать только тысячу портов он будет сканировать все 65000 535 портов и завершится относительно быстро так как мы сканируем сами и это закончилось всего за пять секунд так что теперь мы не будем сканировать себя хуже если в этом нет смысла так позволь мне просто узнать каков ip адрес моей машины с windows поэтому я наберу здесь в своей командной строке я выбираю рис и ip адрес моей курсовой машины равен 192 что 168 что 1 в 4 так что я просто наберу здесь и сопоставлю 192 168 этот в 4 и давай посмотрим как быстро это закончится это не должно отнимать у нас слишком много времени так что позволь мне просто проверить здесь хорошо это закончится и мы видим что прямо здесь открыто несколько портов у net bias есть компьютер microsoft ds и msrr что это за три порта они все три открыты как ты видишь они повсюду теперь например давай еще раз просканируем мою главную машину но прямо сейчас давайте просканируем все 65000 правонарушений значит 535 я считаю что это максимальное количество портов и мы вводим здесь ip адрес нашей машины с windows теперь позволь мне просто о да я только уточнил что это должно сканировать этот порт я должен указать диапазон портов или одну черточку 65535 и мы нажимаем здесь ввод теперь это займет немного больше времени чем сканирование 1000 портов так что давайте посмотрим где это сейчас но это всего на четырех процентах ты можешь проверить в процессе сканирования если с верхней стрелкой если ты прямо здесь не указал минус бит что означает подробный который в основном просто напечатает тебя это прямо здесь как это делается при сканировании я не уточнял это так что до этого он ничего не печатал так позволь мне просто показать тебе мы закончим это чтобы не ждать пока все закончится так что позволь мне просто положить сюда позволь мне просто так что давай просто напечатаем и нанесем на карту еще раз и мы прямо здесь видим что команда минус V означает повышенный уровень детализации использую двойное B которое в основном минус V V чтобы увидеть больше деталей так давай выполним ту же команду но с 1000 портами так что позволь мне просто напечатать здесь и сопоставить 1.92 что 168 в 1 на 4 и в основном просто минус минус вершина I итак здесь ты можешь видеть что при сканировании он выводит информацию а в конце выводит то же самое что и раньше так вот мы можем видеть как все прошло мы он пришел к выводу что есть один хост который работает и обнаружив открытые порты распечатал их для нас теперь это может быть полезно если вы хотите узнать открытые порты на хосте сканирование которого займет час или для ряда хостов так давай мы тебе просто покажем позволь мне просто показать тебе как ты можешь сканировать целый ряд хостов например давай просканируем всю твою локальную сеть ты можешь видеть прямо здесь что вторая команда в примерах показывает нам как указать диапазон хостов так что как ты можешь видеть прямо здесь 182 что 168 в 0 0 16 это в основном будет сканировать первое шестнадцатое место в локальной сети теперь мы знаем что в моей локальной сети поскольку моя маска под сети равна 255 255 255 0 доступно только 255 хостов поэтому мы просто укажем их все позволь мне просто напечатать здесь и карту а затем мы напечатаем здесь 192 что 168 точек поставь одну косую черту 255 и давай просто поставим поставь здесь букву b и заглавную букву f что означает мы в основном делаем это сканирование быстрее так что мы не тратим много времени в пустую так что позволь мне просто нажать вот прямо здесь ты просто проверь еще раз поскольку это не сработало возможно я указал неправильно в основном дай мне какую-нибудь ошибку позволь мне просто повторить эту команду но не так позволь мне просто напечатать здесь вместо косой черты минус так что прямо сейчас это должно сработать но давайте также добавим опцию многословие значит он печатает нам все по ходу дела мы видим что на самом деле все закончилось относительно быстро это вероятно потому что мы указали здесь опцию минус f которая в основном ускоряет завершение сканирования и мы видим что все эти подъемники опущены мы видим что между этими двумя был один который вырос которому около 15 лет это мой ноутбук который сейчас работает так что когда мы спустимся сюда он должен обнаружить что мы нашли наш маршрутизатор вот оно так что когда я сделаю это взгляни на одного из них он также нашел нашу машину windows на которую установлена моя текущая машина windows 10 в качестве основной операционной системы как ты помнишь я слышал три открытых порта на моей главной машине он нашел мой ноутбук на котором работает только оситор на http порту через tcp и он также нашел нашу виртуальную машину которая одна две в одном 68 одна в шести у которой ни один из портов не открыт итак аниме закончилось сканированием 255 ip адресов и четыре хоста были отсканированы за 6 секунд теперь давай также например если ты хочешь записать это в файл ты можешь сделать это с помощью комментария с двойной стрелкой а также в результатах которые принимают как мы видели в предыдущем видео он не даст вам никаких выходных данных но запишет ваше сканирование в результат в текстовом файле так что вам не придется повторять сканирование еще раз позже если ты закроешь терминал я думаю это должно закончиться через несколько секунд и у нас будет файл со всеми 255 отсканированными машинами как ты видишь все закончилось и если мы получим результаты икст мы получим тот же результат что и при предыдущем сканировании вот и все на этой лекции мы продолжим некоторые из более агрессивных сканирований и более детализированных и подробные снимки на следующей лекции которая также не будет нанесена на карту мы расскажем как получить более мягкую версию сиденья работающий в определенном порту например мы тоже узнаем как получить версию моего апачи на моем ноутбуке который работает по протоколу http как ты можешь видеть прямо здесь мы не указываем версию но это важная опция потому что она позволяет нам узнать версию программного обеспечения которое можно использовать чтобы мы могли узнать любые другие возможности для этого конкретного программного обеспечения и и